Это новости дня в студии Диана Кузимбаева. Здравствуйте. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с официальной повестки. Губернатор Денис Паслер строго обозначил сроки для оформления всех адресов по домам, которые пострадали от большой воды. В очередной раз ликвидация последствий паводка стала главной темой в правительстве региона. За срыв работы некоторые из глав муниципальных образований могут лишиться постов. В первую очередь на заседании правительства обратились к цифрам по оформлению домов, которые попали в зону подтопления. На данный момент в реестр загружено более 15 тысяч адресов, сообщил министр строительства Александр Полухин. Больше всего пострадавших зданий в Орске. Специалистам даже приходилось повторно проверять постройки, чтобы четко определить категорию – жилье подлежит капремонту или непригодно для проживания. Таких адресов набралось уже более тысячи. Работа еще продолжается. Профильный министр также добавил, что Оренбургский район из одного села числится в «Отсайдерах». Нас больше всего беспокоит плохая динамика – это в Красно-Уранском сельском совете. У них 816 адресов, на сегодняшний день всего 610. И в Орнадске сельсовет – 1472 адреса, на сегодняшний день 664. И больше всего весенний сельсовет – 1637 адресов, из них только 148. Разговор с главой Оренбургского района, в состав которого и входит весенний сельсовет, состоялся сразу же. Почему у вас в весенний сельсовет всего 10% документов отработан, а другие – по 50, 60, 70 и 80? А в других сельсоветах не идут подписи экспертов? Ну, я и спрашиваю, почему один сельсовет у вас отработал всего 10%, а другие – по 70, 80? У вас меньше 50 нет ни у кого. Есть только в одном – в весеннем сельсовете, который всего отработан 10%. У вас кто его возглавляет? Маргарин Баран Юрьевич. Вы, Олег Юрьевич, передайте, если я работу не увижу до конца недели, через неделю пусть заявление пишут и уходят. Денис Паслер рекомендовал Василию Шмарину взять на контроль ситуацию в поселке Весенний. И если потребуется, отправить специалистов из районной администрации на помощь. Обратил внимание губернатор и на положение дел с оформлением адресов в других территориях, побывавших во власти воды. Где также пока нельзя говорить о стопроцентном завершении регистрации. Всем главам Денис Паслер обозначил точный срок. До конца июня дома, которые были подтоплены, должны быть указаны в реестре. Это обстоятельство максимально важно для получения выплат. Губернатор также озвучил, что деньги на капитальный ремонт и за утрату жилья должны поступить пострадавшим до конца июля. А в август власти берут в резерв, чтобы было время режить сложные моменты в индивидуальном порядке. Анастасия Шахмад, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А накануне губернатор работал в Орске. В очередной раз он встретился с инициативной группой. Ответил на вопросы, волнующие арчан после паводка. Глава региона поблагодарил всех, кто помогал в разгар стихии. И сейчас работает над устранением последствий. О ключевых моментах в материале Елены Ереминой. Орск постепенно восстанавливается после разрушительного паводка. Но работы еще много. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой, чтобы разобрать все вопросы, которые волнуют арчан. Самый глобальный вопрос инициативной группы главе региона касается заявлений о сносе домов. И на него тут же поступает ответ. Когда начнется прием заявлений у тех, у кого под снос? Вчера в СМИ прошла 1-го. 1-го июля, Владимир. Июля, да. Может быть, даже раньше. Беспокоит арчан и продление выплат на аренду жилья. Такая мера поддержки предоставляется пострадавшим от паводка на 3 месяца. Новое арчане не приобрелись. Съем обойдется довольно дорого. Денис Паслер говорит, ситуация под контролем. Когда она завершит работу в июне, в июле, я, конечно же, соответственно, решение следующее приму. Поэтому по завершению мы обязательно вернемся, все это понимаем. И я думаю, что мы вас проинформируем обязательно. Ответ скорее да. В центре внимания на встрече – начисление за коммунальные ресурсы. По словам жителей затопленных домов, им пришли квитанции за май. Плата за услуги начислена по среднему потреблению. Я могу показать даже квитанции, которые приходят в электронную почту, за апрель начислено, за май начислено по газу. За май или за апрель? За май. За май. Разобраться с ситуацией по газу можно самостоятельно, уверяют специалисты. У каждого абонента заключен договор с поставщиком газа. То есть в договоре прописаны обязанности того и другого. Если у вас возникли вопросы по выполнению обязательств с поставщиком, в том числе и начисления, ну, все вроде умеют пользоваться телефонами и гаджетами. Денис Паслер обращается к ресурсно-снабжающим и с бытовым компаниям. Необходимо пересмотреть квитанции, решить вопрос, не дожидаясь обращения жителей. Коллеги, подождите. Это тоже несправедливо по отношению к людям. Вы правы касательно того, что могут позвонить? Кто мешает перепроверить это сами? Спустя время Денис Паслер за чашкой чая беседует с волонтерами, которые помогали в самый разгар стихии. И сегодня устраняют последствия. Историй немало. Богдан Безруков в Орске с первой ночи непростого времени. Мы занимались и помогали эвакуацией на площади Кириллова. Соответственно, да, помогали людям сесть в автобусы, прибыть в пункт временного размещения. Также мы организовали первый пункт приема волонтерского гуманитарного уроза в детском саду. Всем, кто не остался в стороне, глава региона вручает благодарственные письма, отметив, что их вклад не оценим. Климова региона Олеговна. Елена Геремовна, Семен Воробьев. Новости дня. Это все новости. Еще больше информации на нашем сайте ОРТ-ТВ.ру Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, напишите или позвоните к нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011 Я с вами прощаюсь и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова